В год начала Великой Отечественной войны Петру Киселёву исполнилось 14 лет. Он учился в 6-м классе сельской школы в Смоленской области. Уже тогда в нём проявились первые черты журналиста. Впрочем, до того, как стать акулой пера, Петру Дмитриевичу предстояло пройти череду испытаний, каждое из которых могло стоить ему жизни. Об этом и не только Киселёв писал в своём дневнике. Бумага в то время была в дефиците, поэтому вести летопись ему приходилось на брошюрах, оставшихся после выступления Сталина на 18-м партийном съезде. Одна из первых записей, сделанных в дневнике, свидетельствует о том, что для русских людей война не была внезапной. Её приближение ощущалось ещё в апреле 41-го. Командиры со спалами и с кубиками инструктировали, как заклеивать окна крест-накрест бумагами. Ещё до войны оставалось два месяца. Они инструктировали. Там спросили, а что это даст? Почему, для чего? А вот если хоть будут бомбы кидать, то волной взрывной могут выбить окна. Если не заклеено окно, то стекло рассыплется мелкими осколками и может лишиться человек глаз. А так оно, если заклеено, выдавливается целиком. Пётр Дмитриевич отчётливо помнит, как узнал о том, что Германия напала на Советский Союз от случайного прохожего. Стою, говорит, а ведь война, девонька, война. Мама говорит, как война? Да так, война. А с кем война? А он говорит, а с кем же ей быть-то, как не с толком? С толком. А женщина недалеко ещё пошла, обернула. Что ты встал, смелешь, с какой толком? Немцы, говорит, четыре часа сегодня напали. Он так стукнул, а я и говорю, с толком, немец тот же толок. Вскоре на фронт забрали отца. И на мать Петра Киселёва легли заботы о том, как прокормить его, младших брата и сестру. После мобилизации им удалось увидеть главу семейства лишь однажды. Вскоре он попал в списки пропавших без вести. Подошёл, значит, меня погладил по голове, спрашивает, скажи, кто победит. А что я могу сказать, 14 лет. Я говорю, Россию никогда никто не побеждал. Ну ладно, спасибо. Потом к матери, а в многом роде, только я уловил, говорит, слушай, сбережи детей. Всеми силами, вот как хочешь, сбережи детей. Говорит, если трудно будет, меня не будет, найди мужика какого-нибудь. Живи с ним, но только, чтобы детей сберечь. Во время войны дети быстро повзрослели. Пётр Дмитриевич вспоминает, как он и его друзья вдруг поняли, что должны сделать всё, что от них зависит, ради общей победы. Мальчишки создали своеобразный отряд помощников военных и каждый день ожидали прибытия солдат, двигавшихся по прифронтовым смоленским дорогам. Набирали воды и садились на скамейки, сидели, ждали войска, когда очередной отряд подойдёт. Солдаты валились, где попало, смертельно усталшие, а мы им означили воду. Вот это наша была задача такая самостийная, никто нас не заставлял. В том же 41-м семье Киселёвых было поручено перегнать стадо элитных коров в тыл. 90 голов надлежало доставить в целости и сохранности. Пешком из Смоленской области они прошли около 800 километров. По пути переживать доводилось всякое. То и дело над головами кружили вражеские самолёты. И пошёл над разволом, над нами вот так вот. Я вот до сих пор не могу понять, как я очутился, опомнился уже в густой-густой задости колопивая. Забылся, надо вот ощутить, пережить тот ужас животный, какой я испытал. Вот, когда прямо вот кажется, сейчас вот этими своими когтями зацепит за спину этот самолёт. С возложенной задачей Киселёвы справились. Вопреки бомбёжкам, холоду и голоду. Стадо доставили к месту назначения. Благодарен народу русскому. Пускали на ночь, кормили. И картошки насыплют, и ещё чего-нибудь. Вот, притаскиваем домой, а картошку вот, как голову, чуть-чуть потом. Ели прямо с этими, с кружу. А потом была работа в колхозе Горьковской области, где также, как и везде, главным был лозунг «Всё для фронта, всё для победы». Пётр, кроме того, восстанавливал железную дорогу Москва-Горький, которую разбомбили немцы. А в свободное от работы время, чаще всего по ночам, выпускал стен газету. Тогда-то, считает он, и состоялось его становление как журналиста. В 44-м Киселёва призвали в армию под Минск. Там он продолжал вести дневник, который в будущем послужил основой для нескольких его книг. В них, к примеру, рассказывается о том, как солдаты стрелковой дивизии, где служил Пётр Дмитриевич, узнали о победе советского народа над фашистскими захватчиками. А ночью вдруг батарея, подъём, тревога. Мы вскочили, я думаю, что за тревога в подстаниках, в кольцонах, какая странная. И в то же время я там внутри начал о чём-то догадываться. И вот он, говорит, этот адъютант так выступил вперёд. Братцы, ребятки, солдатушки! Говорит, война, которую вёл советский народ, закончилась полной победой. Фашистская Германия капитулировала. Демобилизовался Пётр Киселёв только в 1951 году. Тогда-то он и переехал в Выборг, где уже обосновалась его семья. И сразу был принят корреспондентом в газету «Выборгский коммунист». В ней он проработал до 1987 года. Все статьи на военную тему Киселёву удавались, как никому другому. Это хорошо сказал Стрыгин. Замредактор он сначала был, потом редактором. Он сказал как-то на летучке, что хоть Петро Киселёв говорит, статьи о войне пишут кишками. Понимаете? С нутром самим. Это грубовато, но выражает суть. Вот с тем нутром. Людмила Перминова, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город».